Письмо 87. Медитация в движении. Как быстро очистить ум, сосредоточиться, улучшить свою память и работоспособность. Однажды ученик спросил у учителя, мастер, что есть просветление? Учитель ответил, если хочешь есть, ешь, если хочешь пить, пей. Уже много веков эта дзенская притча играет роль одного из самых известных наставлений в духовной традиции Китая и Японии, поскольку заключает в себе искомую ими великую простоту, ту самую, что парадоксальным образом дается нам сложнее всего. У истории имеется множество вариаций. В одной из них учитель отвечает ученику несколько иначе. Он говорит, когда я ем, я ем, когда я пью, я пью. Различие формулировки может показаться несущественным, однако это не так. Оно громадно и принципиально, и только последняя версия, встречающаяся реже всего, точна и глубока. Нет ничего благого и нет никакой свободы в том, чтобы есть, когда ты хочешь есть, и пить, когда ты хочешь пить. Это обыкновенное хождение на поводу у своих автоматических влечений, потребностей, инстинктов, то есть полная противоположность тому, чему учил Будда и чему так или иначе учили все ключевые мыслители и религиозные деятели во всех культурах человечества как на Западе, так и на Востоке. Так поступает всякий зверь, так по большей части ведет себя и человек. Мы делаем то, что хотим, а потом мучительно хотим уже чего-то другого. Наши потребности и желания вступают в кровавый бой, и победившая в этой извечной сваре программа поведения получает зримое воплощение. Триумф ее недолговечен, потому что цикл тотчас же повторяется. Это и есть колесо сансары, та самая извечная игра влечения и отвращения, жажда и страха, которая терзает человека и ослепляет ум, тщетно пытающийся в этом чаду познать самая себя. Свобода и чистота бытия не в том, чтобы есть, когда ты хочешь есть, а не в том, чтобы есть, когда ты ешь, в том, чтобы испытывать боль, когда тебе больно, спускаться по лестнице, когда ты спускаешься по лестнице, быть счастливым, когда ты счастлив, любить, когда ты любишь. Это значит смотреть жизни прямо в глаза и работать именно с той ситуацией, в которой мы пребываем прямо сейчас, а не с фантазиями о ней или о чем-то еще. Для человеческого ума это поистине великое достижение, ведь он привык смотреть на все украдкой, подслеповато щурится сквозь заслон из собственных реакций и ожиданий. Он не умеет останавливать невротическое метание по саморочно создаваемым им виртуальным лабиринтам и, будучи невежественным, не понимает его разрушительности. За едой мы думаем о работе, за работой об отдыхе, за отдыхом, о планах на будущее и о смысле прошлого. Все это пронизано мелкими вспышками «хочу» и «не хочу», сотнями едва различимых опасений и надежд, а также фантазиями и страданиями по их поводу. Даже когда голова будто бы свободна от мыслей, от наших самых поверхностных фабрикаций, мы воспринимаем себя и мир через призму, вросших в стекло объектива, стереотипов и эмоциональных реакций. Одним словом, в злополучной лимбической системе Homo sapiens очень много разъедающего ум шума и крайне мало полезного сигнала. Здесь мы освоим методики, позволяющие оперативно отфильтровывать ее излишнее гудение и дребезжание. Что особенно важно, мы научимся делать это, так сказать, в естественной среде своего обитания, а не только в рамках формальной медитации. Это будет прямой контакт с ситуацией за занятиями спортом и чтением, во время работы, прогулки, принятия пищи, домашних дел, просмотра фильма, как и в моменты интенсивного размышления и творчества. Это можно назвать «медитацией в движении», и она представляет собой необходимое дополнение для формальной практики. Она переносит ее и несомые ей уроки из искусственных и тепличных условий неподвижной сессии в ту более требовательную и суматошную среду, каковой является повседневная жизнь человека. Перед этим, однако, необходимо сказать пару слов о причинах вечного возвращения к идее прямого восприятия и мешающей ему эмоциональной грязи. Мы вновь и вновь касаемся этого не из извращенной любви к повторам или же близящегося слабоумия, но по той же причине, по которой так делалось во всех интеллектуальных традициях мира. Сегодня она столь же актуальна, как и ранее. Причина этого состоит в том, что одного только умозрительного и рассудочного понимания недостаточно, чтобы новый способ видения поменял нашу жизнь. Такое понимание затрагивает лишь небольшую, хоть и ключевую часть нашего ума – разум в узком смысле этого слова. Разум и обеспечивающие его существование корковые структуры мозга находятся в постоянном борении и диалоге с другими центрами познания и поведения, в первую очередь в лимбической системе. Он изобретает уловки, шлифует аргументы, подбирает разнообразные отмычки и ключи для того, чтобы оказать должное влияние, найти мощные, но близорукие силы. Ему требуется время, простор для эксперимента и растянутый контакт с одними и теми же ключевыми идеями, вновь и вновь. Как раз поэтому авторы дошедших до нас религиозных, философских и даже научных текстов всегда упражнялись в том, чтобы представлять одну и ту же мысль под разными углами и траекториями, в разных комбинациях и речевых упаковках. Священные тексты от иудаизма и индуизма до христианства и ислама постоянно твердят одно и то же, но всегда чуть-чуть иначе. Фундаментальные философские тексты как Запада, так и тем более Востока густо прошиты такого рода намеренными повторами. Отчетливо осознававший это Мартин Хайдегер, самый влиятельный философ XX века, даже несколько преувеличил существо дела в своем известном утверждении, что каждый великий мыслитель всю свою жизнь продумывает лишь одну мысль и потому только об этой одной мысли и пишет. Аналогично большая часть каанов и притч дзен-буддизма ведут нас к осознанию одной и той же идеи, к единому озарению. Мастер пробует на ученике то одну загадку, то другую и рассказывает всевозможные истории, ведь ему неизвестно, какой именно ключ и когда подойдет к уму ученика. Он не знает, какая струна отзовется на то или другое слово и может лишь строить взвешенные предположения и терпеливо действовать, основываясь на них. Наконец, существуют истины, к которым требуется вечно возвращаться даже тем из нас, кто, казалось бы, уже отдает себе в них ясный отчет. Постоянные напоминания двигают нас вперед по пути осмысления самого существенного. Они придают сил нашим самым разумным частям в борении с эго и ведомыми им легионами разрушительных автоматических реакций. Теперь, в духе вышесказанного, попробуем воскресить в уме понимание, необходимое нам для дальнейшей практики, с помощью новой аллегории. Представьте себе компьютер, на котором запущено одновременно несколько тысяч программ. Там 10 браузеров и на каждом открыто по 50 вкладок. В нем ведется скачивание и загрузка и установлено три антивируса, считающих друг друга ничем иным, как вирусами, и постоянно борющихся за то, кто здесь самый главный. Все эти маленькие программы, вернее даже маленькие компьютеры, пребывают в постоянных конфликтах и плохо совместимы. Они делят общую территорию, имеют противоречивый набор целей и потому всячески мешают друг другу. Наш мозг и есть такой компьютер, состоящий из сотни миллиардов маленьких компьютеров. Его гиперактивация и плохая перекрестная совместимость элементов подрывают наше внимание и память, отупляют ум, сужают сознание, лишают творческой мощи и счастья. Из-за этого мы бываем не в состоянии поесть без того, чтобы одновременно с этим другая часть ума не листала ленту новостей, третья не строила планы на будущее, четвертая не разбирала обиды и травмы десятилетней давности, а пятая не сходила бы с ума бессмысленно и беспощадно, гоняя одни и те же реакции по кругу. Путь самопознания и свободы не в том, чтобы задействовать большую часть своего мозга. Он пролегает как раз в диаметрально противоположном направлении. Если вы хотите, чтобы ваш нейронный суперкомпьютер прекрасно работал, вовсе не нужно делать его мощнее в строгом смысле этого слова. Просто устраните конфликты, наладьте совместимости сотрудничества между программами, закройте лишние браузерные вкладки и удалите вирусы. Для нейробиолога, как и любого внимательного наблюдателя психической жизни, очевидно, эффективнее всего работает мозг с низким уровнем нервной активации, которая при этом развивается гармонично. Существует популярный миф о том, что мы используем только порядка 5% своего мозга. В нем есть доля правды, если первоначальное ложное утверждение переформулировать следующим образом. Как и другие живые существа, человек использует лишь малую долю от максимальной возможной интенсивности возбуждения нервных клеток. И это, разумеется, только к лучшему. Науке известны обстоятельства, при которых сильно возбуждаются большие массивы нейросетей или очень перевозбуждается какая-то одна. Это прежде всего эпилептический припадок, обострение шизофрении или психоза, истерика, прием наркотиков и, например, оргазм. Напротив, при творчестве, решении самых сложных математических задач или любом ином интенсивном и созидательном мышлении, наш мозг на нейросканере как бы чуть теплится в сравнении с ситуациями, перечисленными выше. То тут, то там виднеются небольшие желто-красные островки, а вокруг них царит тишина и покой. Электрохимические сигналы неспешно совершают свой привычный путь, не мешая работать тем немногим, кто трудится на передовой. Иными словами, в эффективном мозге отфильтровывается шум и грязь, и остается полезный сигнал. Потому если вам когда-нибудь предложат разогнать мозг с 5% до больших значений, поинтересуйтесь скорее возможностью снизить его активацию процентов до 3. Это будет куда полезнее. Приведенные здесь цифры стоит воспринимать как шутку, потому что миф о 5% родился более 50 лет назад. Но вот общую тональность развиваемой здесь мысли стоит воспринять всерьез, и она такова. Лучше – это вопрос не величины и мощности, а ювелирной точности, причем вне всякой зависимости от задачи, которую вы выполняете. И при создании физической теории, когда голова как будто кипит, и при вышивании крестиком, вам требуется объемлющий эту деятельность простор из внутренней тишины. Он должен вместить и сделать возможной активность тех немногих центров, отвечающих за их выполнение. Больше 50% нейронов нашего мозга вообще заняты исключительно движениями тела. Из оставшейся половины на то, что мы называем высшими психическими функциями, приходится только крошечная часть. Пока они трудятся, задача остального мозга – это не шуметь, тихо и скромно занимаясь поддержанием необходимых для жизни функций. Санитайзеры для ума Техника быстрого очищения Сегодня нагрузка на нашу психику особенно высока, а человеческий мозг не научился столь жизненно важной для него гигиене, ни по итогам биологической эволюции, ни по итогам культурной. Бессознательная эволюция очень медленно, и у него просто не хватило времени, а давление отбора было недостаточным. Нам требуется взять ответственность за это на себя, и это подразумевает не только умение проводить глубокую работу по постепенной перестройке сознания, но и обладание неким аналогом кнопки быстрого очищения оперативной памяти на телефоне. Это значит уметь буквально за несколько минут снять с себя поверхностный, но при том зловредный слой из налипших на ум отходов жизнедеятельности. Большая их часть разворачивается бессознательно, в фоновом режиме, и мы их не видим. Тем не менее, нам хорошо знаком результат. Тревога, усталость, вялость, апатия, раздражительность, гнев, отчаяние – вся гамма негативного спектра. Чтобы перейти из стандартного режима в режим прямого восприятия, мы сделаем приоритетным объектом внимания не виртуальную реальность, а ту ситуацию, что развернуто перед нами прямо сейчас, и сам созерцающий ее ум. Аналоги такого санитайзера для омраченного сознания имеются во всех буддийских традициях. В дзен, к примеру, они называются «ичигеозамайи». В переводе с японского это означает «самадхи одного действия». По большей части, однако, по ним не дается никаких инструкций вообще, кроме как «просто сиди» или «просто ешь». Особенно любят наставления в этом духе учителя дзен, и, как показывает опыт, достаточными они являются, только если у вас есть много лет и энтузиазма в запасе для долгих экспериментов путем проб и ошибок. Здесь мы выпрямим и сократим этот тернистый путь. Шаг первый. Торможение. Если у обычного компьютера внезапно обрушить тактовую частоту процессора, все мгновенно зависнет и придется перезагружаться. Мозг в этом смысле устроен более удачно. Когда мы тормозим его кипучую деятельность, работа многих программ идет на спад очень плавно или же мгновенно завершается без каких-либо разрушительных последствий. Мы очищаем оперативную память от части паразитических процессов и сразу начинаем ощущать возросшую свежесть восприятия. Хорошо понять, как затормозить избыточную психопродукцию обезьяньего ума, можно на примере. Много лет назад, когда эта техника еще только оформлялась, я впервые убедился в ее поразительной действенности. Тогда я гулял по летнему скверу и нес на себе, неведомо откуда взявшуюся вялость и тяжесть, сумрачную отделенность от мира вокруг. Психический фон был омрачен и покрыт тучами. Нельзя сказать, что ум невротически метался, скорее наоборот. У него не было энергии, и он меланхолично и лениво перепрыгивал с одной ветки на другую. Благодаря нейробиологии я знал, что отсутствие сил, слабость и всякого рода мрачная апатия являются следствием интенсивного возбуждения специфических нейросетей мозга. Их чрезмерная активность подавляет центр положительных эмоций, внимания и исследовательского поведения. Значит, необходимо было потушить застойные очаги напряжения, затормозить бессознательный кинофильм стандартного режима и одновременно найти уму иное применение. То, что я тогда сделал за минувшее десятилетие, оформилось в следующий набор инструкций. Первое. Направьте свое внимание на любой участок внешней реальности. Не так уж важно, что именно это будет. Главное, чтобы он не слишком сильно вас отвлекал. Ваш выбор может пасть на колыхание листвы в кронах деревьев, едущие по дороге машины, экран телевизора с идущим на нем фильмом, тарелка с едой или же беговая дорожка в спортзале. Второе. Удерживая там внимание, начните думать о том, чем вы сейчас занимаетесь, на что вы смотрите, чего пробуете добиться. Это должен быть внутренний монолог с соблюдением одного важного правила. Каждое новое слово должно появляться в вашем уме не чаще раза в одну или две секунды. Проще говоря, думайте о том, что вы делаете, описывайте это, но очень-очень медленно, с паузой после каждого слова. Когда 10 лет назад я сидел на скамейке перед фонтаном, наблюдая за мерными вздыманиями и опаданиями вод, в голове звучали приблизительно такие слова. Сейчас моя задача произносить про себя каждое слово примерно раз в секунду. Я смотрю перед собой на фонтан и сижу на скамейке. Ярко светит солнце и играет в каплях воды. Я слышу гул машин и щебет птиц. Содержание самого монолога может быть любым, однако он должен касаться не прошлого или будущего, а развернутой перед вами прямо сейчас ситуации жизни. Медленно и любовно исследуйте лучом внимания избранную вами часть внешнего мира и описывайте указанным образом как то, что вы видите, так и свое занятие. Продолжайте практику от 30 секунд до пары минут или того отрезка времени, который сочтете нужным. Вы заметите, как понемногу ваше восприятие очищается и на смену малому уму эго приходит большой ум с присущей ему яркостью и панорамностью. Это происходит потому, что за счет торможения хода мысли замедляются или выключаются многие программы, вышедшие из-под контроля и начавшие жить своей жизнью. Одновременно уму не позволяет отвлечься тот факт, что мы погрузили его в специфическую игру с очень простыми и жесткими правилами. Это дает ему отдохнуть от изнурительных игр обезьяньего ума и вовлекает в дальнейшее сознательное очищение. Шаг 2. Взгляд вовне. Первое. Прервите свой внутренний монолог и еще больше откройтесь выбранной части мира. Это означает, впустите в свои органы чувств несомый ей поток информации, слейтесь с ним лучом внимания. Различайте детали, из которых состоит то, что вы видите, замечайте звуки и запахи, формы и краски. Не пытайтесь вобрать сознанием как можно больше. Усилие должно быть плавным, лишенным натуги. Пусть это происходит как будто само собой, как будто вода начинает просачиваться в открывшуюся полость. Никак не оценивайте то, что вы видите. Не желайте, чтобы оно было тем или другим. Не желайте ничего от него или себя. Займите позицию нейтрального, чистого и прямого восприятия. В моем случае это было наблюдение за фонтаном и переливами солнечного света в его каплях. Фоном для этого служили разговоры проходящих мимо людей, шум проезжающих вдали машин и прочие звуки города. Второе. Спустя пару десятков секунд произнесите про себя «Я занимаюсь тем-то и тем-то». Просто одним коротким предложением опишите, что именно вы делаете. Затем осознайте, что это действительно так. Поймите, что вы и правда заняты именно тем, что сейчас произнесли. Испытайте ощущение чуда от простоты момента, простоты его описания и сокрытого в них богатства. «Я говорил себе. Я сижу и наблюдаю за фонтаном». Каждые несколько десятков секунд повторяйте эту же процедуру. Повторяйте в одном коротком предложении описание того, что происходит и чем вы заняты. Затем осознавайте, что это и правда так, что ваши слова верны. Третье. Очистите свой ум от слов. Находитесь в прямом контакте с выбранным участком реальности и периферийным вниманием замечайте, что происходит вокруг. Если в сознании будут появляться сильные отвлечения, повторите инструкцию из второго пункта. Опишите, что именно вы делаете. Осознайте, что сейчас происходит, а затем вернитесь к непосредственному восприятию ситуации. Шаг третий. Взгляд внутрь. Первое. Продолжая наблюдение, переведите основную часть внимания ума на сам этот ум. Отдайте себе ясный отчет в том, где находится луч вашего внимания, на что именно он направлен. Если вы наблюдаете за фонтаном, сосредоточьтесь теперь уже не на фонтане, а на самом факте и характере процесса наблюдения. Вспоминая слова Бодхидхармы, начните наблюдать не за рыбами, а за водой. Рассмотрите собственное отношение к происходящему. Какие эмоциональные реакции трепещут то тут, то там в пространстве сознания. Какие желания рождаются в вас в виде крошечных актов влечения к одним вещам и отвращения от других. Какие мысли и побуждения, страхи и надежды едва заметно проносятся в сознании, пока вы наблюдаете за миром. Второе. Вернитесь к течению повседневной жизни, сохранив в себе частичку пережитого опыта. Поддерживайте фоновую внимательность и осознанность, единство прямого восприятия как внешнего, так и внутреннего мира. В моем случае это означало встать со скамейки и спустя какие-то 5-7 минут оказаться в новом мире, под солнцем нового дня. Контраст был поразительным, и каждый раз, когда подобное происходит, изумляет меня почти так же, как и в первые годы. Вместо внезапно навалившегося отупения, вялости, сумрачности, я был полон столь же внезапно появившихся энергии, свежести, интереса и светозарной чистоты. Отдых Приведенный здесь пример допускает и даже требует распространения на широчайший спектр ситуаций жизни. В первую очередь, техника быстрого очищения – это эффективный способ восстановить силы, повысить работоспособность и снять изрядную талику накопившегося стресса. Если ваша голова гудит, или же напротив, если вы ощущаете апатичное бессилие и потерю мотивации и интереса, она обязательно окажет благотворное воздействие. Конечно, не стоит читать медитацию в движении волшебной таблеткой. То, как она сработает, зависит от многих переменных, в частности, от вашей опытности. Это также не замена формальной медитации, требующей от нас большего времени и сосредоточения. В большинстве обстоятельств, однако, мы не имеем возможности и не станем заниматься формальной практикой. Именно тогда особенную пользу принесет эта техника, позволяя быстро вдохнуть в момент заряд сил и свежести, отдохнуть и очиститься. По надежности и соотношению выгод и сдержек она не имеет себе равных. Сон У многих из нас ум отказывается отдыхать и даже во время отхода ко сну продолжает пребывать в возбужденном, а подчас и невротическом состоянии. Он цепляется то за одну навязчивую мысль, то за другую, и это истощает ресурсы организма. Вместо того, чтобы пытаться силой разжать его жадные пальцы и тем лишь раззадоривать, продолжайте думать обо всем, о чем вам захочется. Просто каждое слово внутреннего монолога должно произноситься с паузой в секунду или две. Как ни странно, соблюдать это правило очень легко и отвлечений почти не бывает. Опыт показывает, что это один из самых действенных и одновременно простых приемов работы с сознанием, помогающих быстро заснуть. Применять второй и третий шаг из инструкции выше для ускорения засыпания, как правило, нецелесообразно. Еда И на ретритах для широкой публики и в тысячелетних буддийских традициях вроде дзенской или тибетской заслуженной популярностью пользуется практика осознанной концентрации на приеме пищи. Она дает отдохнуть от более ссоедоточенной формальной медитации, воссоздает ее опыт в бытовых условиях и привносит необходимое разнообразие. Что важнее всего, осознанный прием пищи дает возможность увидеть отчетливый контраст между омраченным и рассеянным восприятием привычного занятия и прямым отношением к нему. Дело в том, что обычно мы едим в попыхах и плохо различаем вкус пищи. Вместе с ней мы пережевываем мысли и реакции, а потому вкусовые ощущения просто теряются в столь стремительном многообразии. Но вот стоит нам перестать подкладывать себе на тарелку фабрикации обезьяньего ума, стоит отнестись к ее содержимому в чистоте, мы будто оказываемся в другой вселенной. Мы начинаем есть, как будто впервые за десятки лет, как будто невинной душой ребенка вкушаем что-то совсем новое, диковинное, восхитительное. Нельзя сказать, что предаваться мыслям и фантазиям за едой есть большое прегрешение. И все же я рекомендую прочувствовать альтернативу, попробовать есть, когда вы едите, и привыкнуть делать это время от времени. Дело здесь не в повышенном удовольствии от процесса и не в его успокаивающем и целительном воздействии. Друзья, полные версии новых подкастов и статей, начиная с 78-го выпуска, доступны только по дополнительной подписке. В свободный доступ, тем не менее, выкладывается первая часть каждого материала, порядка половины или двух третей от написанного. Этого достаточно, чтобы служить главной цели писем к самому себе, приводить мысль в творческое движение, отвечать на ряд важнейших вопросов нашей с вами жизни и ставить лицом к лицу с новыми. Если же вы не только находите мою работу полезной и интересной, но и хотите взять от нее максимум и помочь дальнейшему развитию, сделать это можно путем ежемесячной подписки ВКонтакте, на Патреон или Босте. Стоимость обычного варианта – 250 рублей в месяц или 3 доллара на Патреон. Это открывает вам полный доступ к материалам и возможность скачивания подкастов на соответствующих площадках. При продвинутой подписке за 800 рублей или 10 долларов на Патреон вы получаете приглашение в закрытую группу в Телеграм для обсуждения всех беспокоящих нас вопросов, не обязательно и не только по тематике писем. Все ссылки вы можете найти в описании подкаста. Спасибо.